Безопасность в состоянии дорог, бесперебойное снабжение водой, электроэнергии и теплом. Кто и как обеспечивает комфортный отдых гостям Красной Поляны. Сразу на 4 рубля завтрашнего дня увеличится стоимость проезда на автобусах большинства городских маршрутов Сочи. 16 пожаров, десятки ДТП и ряд других ЧП произошли в Сочи за период новогодних каникул. Есть жертвы. А сегодня ночью на курорте сгорел частный дом на Комсомольской. Епископ Сочинский Туапсинский провел первую литургию на курорте. Сочинская епархия была образована накануне Нового года по решению Священного Синода. Рождественское богослужение архиерии Германа служил в Михайло-Архангельском соборе. В юбилейном микрорайоне Кубанской столицы сегодня открыли аллею в честь образования 80-летия Краснодарского края. Она появилась на территории, которая планировалась под многоэтажную застройку. Там высадили зеленые ели и деревья, проложили тротуарную плитку и построили детские площадки. На церемонию открытия приехал губернатор Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Глава региона поблагодарил краснодарцев за активную позицию и помощь в возведении парка. Ведь именно они проголосовали за благоустройство этой территории в марте прошлого года на выборах в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Количество жилья, оно растет, но важно не количество жилья, не количество квадратных метров, а то, чтобы в этом жилье жизнь поселилась. Жизнь комфортная, нормальная для людей. Сегодня с нуля зеленая зона, аллея, сквер созданы. Я считаю это очень важно для того, чтобы жизнь в Краснодаре становилась комфортной. Я хочу поблагодарить еще раз вас за вашу активность, за вашу жизненную позицию, потому что если вы не ваши активные действия, то здесь вместо зеленой архитектуры мы бы имели архитектуру из стекла и бетона. Я хочу поблагодарить мэра Краснодара за ту же принципиальную позицию, за то, что в короткие сроки максимально приступили к озеленению этого участка. И пожелать, чтобы, конечно, таких скверов, таких аллей, таких парков, я надеюсь, и парков тоже в Краснодаре становилось все больше и больше. Мы, и только мы, можем сделать его или ярким, или серым, или комфортным, либо комфортным. После торжественной части глава региона вместе с мэром и краснодарцами прошел по новой аллее. На территории участка провели берегоукрепительные работы, обустроили спортивные площадки, а также возвели скейт-парк. Это первая очередь аллеи. В будущем она увеличится вдвое всего на строительство новых зон отдыха, парков и скверов. Краснодарский край получит 1 миллион 700 тысяч рублей из федерального бюджета. Светлый праздник Рождества Христова отметили по всей Кубани. В храмах и церквях прошли торжественные богослужения. Самая масштабная из них в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Литургию провел митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидар. Перед началом службы с праздником владыку поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. И уже по традиции подарил белые цветы, которые символизируют благую весть о рождении Христа. Под сводами главного храма Кубани собрались около двух тысяч человек. Вместе с ними всенощную отстояли глава региона вместе с супругой, его заместители и мэр Краснодара. Несмотря на плохую погоду, люди приходили в собор с семьями, чтобы вместе встретить праздник и помолиться о здоровье близких. Рождество – праздник семейный. Хочется попросить здоровья, благополучия, здоровья деткам, внукам. Это семейный праздник. Встретиться с семьей, с близкими, с родственниками. Праздник доброты, любви, радости и светлости какой-то такой необычной. Праздничные службы прошли во всех храмах Сочи. Мэр-курорт Анатолий Пахомов побывал на богослужении в соборе Михаила Архангела. Рождественскую литургию там провел вновь назначенный епископ сочинский и туапсинский Герман. Пожалуйста, благодарю вас. Наш град в Сочи. Очень надеемся, что у нас будет также все защищено. С 28 декабря решением Священного Синода Сочинская епархия была выделена в отдельную и включена в состав кубанской митрополии. Ее возглавляет епископ сочинский и туапсинский Герман. Свою первую рождественскую службу он провел в храме Михаила Архангела. Просим вас, Владыка, призринанный Владыка, и на святые храмы сей, и соотвори с нами, и молящимися с нами великие и богатые милости. И спала эти дескопы, дорогие дескопы. Благодарю вас, дорогие дескопы, с праздником священников. В Сочинской епархии значится 39 действующих приходов и еще 4 в стадии строительства. Также планируется открыть на курорте и в туапсинском районе несколько духовно-просветительских центров. Многонационален этот район и многоконфессионален. Поэтому, наверное, мы тоже должны такую лепту привнести, чтобы у нас был мир и согласие. Это очень важный момент. Поэтому будем только созидать. 7 января праздничную литургию архиерей сочинской епархии Герман провел в храме святого князя Владимира. Службы также прошли в других приходах курорта. В Свято-Троицком храме в Адлере, кроме того, была организована традиционная рождественская елка. В мероприятии приняли участие творческие коллективы воскресных школ. В завершении состоялось праздничное чаепитие. В Сочи с Нового года произошло 16 пожаров. Горели жилые дома и автомобили. Кроме того, за новогодние каникулы произошел целый ряд ДТП и других ЧП. Обзор происшествий у Ольги Десятовой. За 8 дней Нового года в Сочи произошло 16 пожаров. В первый день 2019-го в Дагомысе загорелся дом старой постройки в переулке Мебельный. В результате пожара из 23 квартир полностью выгорели 8. Один человек погиб. 70-летняя женщина скончалась от сердечного приступа. А это кадры из Адлера. Там, на перекрестке улиц Молокова и Ромаши, горел частный дом. К счастью, обошлось без жертв. А накануне огонь вспыхнул на улице Комсомольская. Пожар начался в начале 12 ночи. Горел частный дом. Погибших и пострадавших нет. В праздничные дни горели не только дома, но и автомобили. Вот так после пожара выглядит автомобиль одной из похоронных служб курорта. Его подожгли на улице Макаренко. У автомобиля выгорела задняя часть. В тот же день на улице Голубые Дали горел грузовик. Судя по этим кадрам, восстановлению он не подлежит. На самый масштабный по количеству сгоревших автопожар случился ночью 6 января. На парковке возле дома по улице Санаторная пострадало 6 автомобилей. Огонь вспыхнул в Тойоте, после чего перекинулся на соседние машины. В пожаре полностью сгорели три автомобиля. Еще три получили существенные повреждения. Причиной пожара стал поджог. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, его совершил вот этот мужчина. Вылил из пакета бензин или что-то там у него было, ацетон. Отошел и как-то вот загорелось. А вот и он побежал. Вот он побежал, побежал. По факту поджога авто возбуждено уголовное дело. Личность нарушителя уже установлена. Его ищут. Кроме пожаров в Сочи в длинные выходные произошел целый ряд ДТП. Не обошлось без жертв. В аварии попадали легковушки, грузовики и рейсовый автобус. Причины – скользкая дорога, выезд на встречку и прочие грубые нарушения правил дорожного движения. В частности, вождение авто в нетрезвом виде. Так, вечером 4 января авария случилась на дублёре Курортного проспекта. По словам очевидцев, автомобиль вилял по дороге, после чего задел дорожное ограждение, машину занесло, и она несколько раз ударилась об отбойник. Водитель и пассажир находились в сильном алкогольном опьянении. Серьезно пострадал водитель легковушки. Ему оторвало левую руку. Ещё один серьёзный инцидент произошёл в Адлере. Там мужчина на автостоянке возле одного из торговых центров выстрелил из пистолета в свою сожительницу, после чего скрылся. Женщина скончалась в больнице. Мужчина позже покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Непогода также стала причиной нескольких происшествий в Сочи. Сильный шторм повредил набережную в Эмеретинке. Вот так прогулочная зона выглядела после того, как море успокоилось. ЧП случилось и в горах. Два человека погибли при сходе лавины. 35-летний мужчина из Подмосковья катались на трассе, которая была закрыта из-за повышенной лавинной опасности. Горнолыжники сами спровоцировали сход лавины на территории, где катание запрещено. По факту гибели мужчин Следственный комитет проводит проверку. Еще одно происшествие на побережье. 20-летний мужчина бросился в море, чтобы покончить жизнь самоубийством. Его бросила девушка. На помощь пришли хостинские казаки. Вот такой новогодний хэппи-энд. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Уже с начала января горнолыжные курорты Красной Поляны заполнены практически под завязку. Новогодние каникулы в горах собрались провести около 360 тысяч туристов. В эти дни все оперативные службы Сочи работали в круглосуточном режиме. Все данные от них стекались в координационный штаб. Мониторинговые группы работали на всех курортах. В их поле зрения – безопасность состояния дорог, бесперебойное снабжение водой, электроэнергии и теплом. Следили и за тем, как работает общественный транспорт и где паркуются водители. Вообще, это проблема для горного кластера. Личные автомобили бросают вдоль дорог, нарушая правила стоянки. Координационный штаб края принял решение увеличить число работающих в горном кластере эвакуаторов. Кстати, водители сначала планируют предупреждать о том, что они неправильно припарковались, а уже потом увозить машины на штрафстоянку. Следят и за ценами, а также проверяют санитарное состояние практически всех магазинов, кафе и ресторанов. Кстати, одной из точек притяжения для туристов стала ярмарка, расположившаяся почти на километровой высоте. Многие гости курорта уже успели там побывать. Там же можно попробовать и купить товары местных производителей и поучаствовать в конкурсах, которые устраивают аниматоры. Работать ярмарка будет до конца марта. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот в новогоднюю ночь в Сочинском перинатальном центре появилось пятеро детей. Столько же новорожденных увидели свет ровно год назад. Примерно одинаково и число детей, родившихся в 2018 и 2017, чуть более 8 тысяч. В первый день нового года в перинатальный центр с подарками пришел глава Сочи Анатолий Пахомов. Три мальчика, две девочки – таков итог новогодней ночи в Сочинском перинатальном центре. Причем среди них есть двойня – мальчик и девочка. Мальчик родился в рубашке в прямом смысле этого слова. То есть в прямом медицинском смысле. Так что потребовалась операция. Ее провел министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. И вскоре уже вместе с главой Сочи Анатолием Пахомовым навестил молодую маму. А первой в Сочи в 2019 году родилась девочка. У нее уже есть имя – Аглая. Это первый ребенок Анастасии Покутневой. Срок стал, конечно, на это время, но не ждали. Думали, что все-таки после праздников. Ну, очень приятно, конечно, все равно. Несмотря на то, что это была новогодняя ночь, очень круто, очень все. Ну, это счастье. Подарки от мэра всем новорожденным и их мамам. Этой традиции около 10 лет. 2018 год, считает Анатолий Пахомов, был непростым, но все же удачным. Прошедший год был сложный, напряженный. Но я считаю, что очень успешный. У нас появился и долгожданный перинатальный центр. И очень много задач, которые мы решили, напряженно решали. Буквально за последний месяц очень много было сделано. 10 тысяч подарков получили в этом году сочинские дети от городской общественной организации «Лига женщин МОЗ Добра». Большая часть была вручена во время традиционных елок мэра в Зимнем театре. На одном из представлений побывала наша съемочная группа. Несколько сотен человек – дети и их родители. Всего в Зимнем театре прошло 12 новогодних спектаклей. Хоровод вокруг елки водили несколько раз в день. В таком формате праздники идут с 2009 года. Тогда было вручено более 140 подарков. Затем, спустя годы, эта цифра составила сначала 2,5 тысячи, а затем 5 тысяч. И вот теперь она стала еще больше. Подарки вручаются не только во время новогодних представлений. Их развозят и детям, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. Это благотворительный проект. Сейчас вот у нас второй год подряд проходит 10 тысяч подарков мы делаем нашим детям. И причем это делается уже три дня и по четыре представления. И уже вот два года подряд у них работают профессиональные и артисты вокруг елки. И профессиональные артисты работают на сцене. Это театр премьера. Кстати, накануне учебного года эта организация обеспечила школьной формой около 4 тысяч детей из малообеспеченных семей. И, как рассказала Елена Пахомова, сразу после окончания зимних каникул эта работа начнется вновь. Под Рождество сбылась мечта юного сочинца Самвела Аветисяна. В рамках благотворительной акции «Мечтай со мной». Он вместе с семьей побывал в цирке. Подробности этой истории знает Елена Апсицына. О своей мечте Самвел написал в письме и вместе с мамой отправил его в столицу. Она попала на елку желаний в Кремль. Открытку снял с елки губернатор Кубани Вениамин Кондратьев перед заседанием госсовета в Москве. Оказывается, 8-летний мальчик мечтал попасть и на представление, и в закулисье сочинского цирка. Мечта благодаря губернатору исполнилась. На каникулах Самвела уже ждали цирковые собачки, медведи и огромный верблюд. Невероятную для Самвела экскурсию провел директор цирка Сергей Жирков. Трогать животных, конечно, не разрешалось, но много любопытного мальчик услышал впервые. Потом все, что увидел и услышал, обсуждал за чашкой чая. Самвел очень активный ребенок. Кроме того, что он обучается в школе, он сегодня активно посещает все кружки и секции, какие только возможно ему посещать. И в 2018 году он стал лауреатом городского конкурса «Хрустальный петушок». Самвел – третий ребенок в семье Витисян. Врачи диагностировали у него острый лимфобластный лейкоз. Но все надеются, что мальчик победит страшную болезнь. Атмосфера циркового спектакля подарила всей семье то, чего так не хватало в последнее время – много новых положительных эмоций. Постанно говорил, что хотим в цирк пойти, цирк пойти. И вот написали письмо с мамой, и вот, пожалуйста, результат. Я сегодня первый раз попал в цирк, видел Дедушку Мороза. Мне понравилось, как играют собачки. Восьмилетний Самвел сам делает интересные поделки. Возможно, в его копилке творческих работ появятся новые на тему дрессуры и клоунады. А самым захватывающим для него в цирке стало катание на лошади и фотографирование с медведем на мотоцикле. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Очередной прием граждан в Сочи провел депутат Госдумы Константин Затулин. Нынешняя встреча с сочинцами, которые обращаются к депутату с различными проблемами, стала уже 46-й по счету. К депутату Государственной Думы жители Сочи идут с разными вопросами. Это и проблемы ЖКХ, и земельные споры. С вопросами, связанными с получением или восстановлением гражданства России, к депутату приходят практически во время каждого приема. Так, супруг сочинки Амалии Огонян живет в нашей стране уже более 10 лет, состоит в браке с россиянкой, но получить гражданство не может. Житель Дагомыса Владимир Болотников попросил Затулина помочь включить проект водоснабжения и канализования пяти улиц в краевую программу. Предварительное согласие администрации региона получено, но необходимо окончательное решение. С помощью Константина Федоровича помогал, в предыдущей моей встрече было. Выделили денежные средства на проектирование. Проектирование выполнено. Выполнена сегодня экспертиза, проект прошел. Значит, это все есть. Сегодня частично город выделяет финансирование, но их недостаточно. Недостаточно, нужна помощь края. Крайне, без него никак. Стоимость проекта водоснабжения и канализования, значит, это 65 миллионов рублей. По всем обозначенным вопросам Константин Затулин пообещал содействие и дал необходимое поручение своим помощникам. Депутат также отметил, что продолжит работу по продвижению жизненно важных для Сочи проектов. А по некоторым из них в 2019 году будет достигнут конкретный результат. Так уже весной этого года решится вопрос с федеральным финансированием строительства школы на Мамайке. С завтрашнего дня, 10 января, сразу на 4 рубля увеличится стоимость проезда в большинстве автобусах. Касается это только маршрутов по нерегулируемому тарифу. Их устанавливают перевозчики. На маршрутах, где тариф регулирует муниципалитет, сумма оплаты за проезд останется прежней. В автобусах под номерами, которые вы видите на экране, стоимость проезда прежняя 22 рубля. А на этих маршрутах стоимость оплаты за проезд увеличится на 4 рубля и составит 26 рублей. Кроме того, с нового года некоторые пригородные маршруты стали многотарифными городскими. Это делается в первую очередь для того, чтобы пенсионеры смогли доехать до дальних точек города бесплатно по проездным билетам. На пригородных маршрутах по регулируемому тарифу стоимость рассчитывается по действующим тарифам 1,80 рубля на копейку и 2,86 рубля за пассажира километр в зависимости от автопредприятия. Повторю, на маршрутах по нерегулируемому тарифу стоимость проезда определяет сам перевозчик. Детальная информация будет размещена в салонах автобусов. Как объясняют в мэрии, рост стоимости проезда экономически необходим для компенсации перевозчикам затрат на подорожавшее топливо, энергоносители и запчасти. Сочинские полицейские задержали подозреваемого в серии краша. Именно более 10 из карманов и сумок граждан. В дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее сумки пропал кошелек. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность предполагаемого преступника. На одной из остановок общественного транспорта был задержан 27-летний житель сопредельной республики. В отделе полиции мужчина осознался в содеянном и пояснил, что похитил кошелек из сумки пострадавшей в то время, когда она выходила из автобуса. При дальнейшей проверке установлена причастность подозреваемого более чем к 10 фактам краж. Установлено, что в город Сочи он периодически приезжал с целью совершения подобных преступлений. В настоящее время он взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Ведется следствие. Добавлю, что санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет. Сегодня стало известно, что Сочи на российском инвестфоруме представит проекты на более чем 7 миллиардов рублей. В рамках форума 2019 планируется подписание протоколов о намерениях по шести проектам, в числе которых энергосервисный контракт Лазаревского района, строительство торгового центра со встроенно-пристроенной автостоянкой, строительство лечебно-здоровительного центра, реконструкция пансионата «Олимпийский», социальный проект по созданию реабилитационного центра ипотерапии, проект размещения апарткомплекса музея «Северный Кавказ». Предварительный объем инвестиций запланирован на уровне свыше 7 миллиардов рублей, рассказала заместитель главы города Сочи Милена Попова. Она добавила, что Сочи, Краснодар и Новороссийск представят на инвестфоруме одну общую экспозицию, которая продемонстрирует цифровизацию в жизни городов. Ну а Краснодарский край в целом представит на форуме в Сочи проект южного экспортно-импортного хаба. Этот инфраструктурный проект объединит 9 портов, 4 аэропорта, сеть промышленно-логистических центров. Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась провел выездное совещание в Тимошевске, где главы 11 районов края рассказали о своих проектах, которые они будут представлять в Сочи в феврале. Также на инвестфоруме представят проект электростанции стоимостью 27 миллиардов рублей. На этом я с вами прощаюсь. Новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.